Как посадить денежное дерево в домашних условиях? Такое растение, как денежное дерево, знает практически все, но мало кто знаком со вторым его названием толстинка. Данное деревце является не только оригинальным украшением дизайна интерьера или неприхотливым растением, но и символом для привлечения денег. Но просто посадить цветок в горшок и поставить на подоконник, чтобы в жилище пришло богатство, недостаточно. Нужно произвести посадку правильно, используя один из нескольких особенных ритуалов для активизации положительной энергии растения. Кроме этого, комнатному цветку нужен должный уход в лане полива, освещение и выбор подходящего места. Как правильно сажать денежное дерево в домашних условиях? Чтобы определиться, как посадить денежное дерево, не нужно изучать массу материалов по ботанике или цветоводству. Цветок быстро укореняется и не требует сложных агрономических технологий. Денежное дерево толстинка. Чтобы рассадить цветок, нужно подготовить субстрат и горшок. Качество посадочного материала также будет сказываться в дальнейшем на виде взрослого растения. Если не продумать все эти этапы и посадить толстянку на бунт, то вскоре может потребоваться пересадка. Выбор посадочного материала и почвы. Сначала стоит определиться с посадочным материалом. Растение может укорениться из листочка, отростка, веточки. Независимо от того, какая именно часть будет выбрана, растение сможет нормально укорениться и будет развиваться. Есть несколько различий. В плане посадки разных частей поставить черенок в стакан с водой для появления корешков. После этого высадить. В озон положить черенок в сухое место на неделю, чтобы срез подсох. После этого высадить в стаканчик с влажным песком, сразу посадить черенок во влажную землю, накрыв его пластиковым стаканчиком. Когда появятся первые листочки, можно будет убрать мини-теплицу, сорванный лист хорошо подсушить, а потом с помощью спичек укрепить во влажную землю. Поливать саженец следует малыми дозами, используя пульверизатор. Черенок для посадки должен пустить корни, обратите внимание. Чтобы посадочный материал нормально укоренился, стоит дождаться того момента, когда хорошо разрастется корешок. Важным этапом станет выбор подходящего в озона. Емкость должна быть тяжелой и достаточно глубокой, вместительной. Чтобы не повторять пересадку толстянки каждый год, лучше сразу выбрать объемный керамический или глиняный в озон. При выборе в озона предпочтение стоит отдать керамическому, важно подобрать правильный грунт для толстянки, в противном случае рост. Замедлится, а надземная часть будет скудной в плане количество листочков. Из чего должен состоять субстрат в соответствии с пропорциями, одна третья часть всего объема должен составлять песок, одна вторая часть торфа, одна вторая часть. Листовой почвы, чтобы земля была рыхлой, необходимо добавить чуть-чуть вермикулита или перлита. Подготовка грунта и дренажа пошаговая инструкция, как посадить отросток денежного дерева на дно в озона, уложить дренажный слой с гравия в 2 см. Засыпать готовую землю в емкость. Посредине сделать отверстие для помещения корневой системы отростка. Поставить экземпляр в ямку и присыпать корень землей. Немного утрамбовать грунт и полить саженец. Посадки цветка нет ничего сложного на этом процедура посадки полностью завершена. Дальнейшее развитие цветка зависит от правильности ухода. Денежное дерево как талисман для привлечения денег. Специалисты в области фэн-шуй уверяют, чтобы позаботиться об улучшении материальных благ, стоит посадить денежное дерево. Именно это растение считается необходимым атрибутом успешных и богатых людей. Дерево талисман привлекает в дом деньги, приметы и суеверия, связанные с растением. Если другим растениям достаточно полива и подкормок, то уход за толстянкой немного отличается. Растение относится к суркулентам, поэтому перенесет отсутствие влаги, но без общения засохнет и увянет. Желательно выбрать энергетически активный день недели, среду, чтобы рассказать дереву о предстоящих финансовых планах попросить. О поддержке в делах нужно не просто протирать листья, но и пересчитывать их во время процедуры. Здесь действует поговорка, что деньгам нравится счет, для привлечения денег цветок стоит высадить в горшок красного цвета. Если емкость обычная, тогда рекомендуется перевязать ее алой лентой или раскрасить красными линиями, символизирующими денежный поток. После получения финансовой прибыли нужно выбрать несколько монет, от которой стоит расположить горкой возле вазона с толстянкой. Монета считается мощным денежным магнитом, действие которого усиливается влиянием растения. Обратите внимание, после появления такого цветка в доме могут решиться многие неприятности, не только финансового плана. Сразу вернется благополучие, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Приметы, связанные с посадкой денежного дерева. Есть масса примет, которые касаются посадки толстянки. Все нюансы рекомендуется соблюдать, чтобы привлечение богатства и успеха точно произошло. Но дополнительно нужно знать и другие особенности ухода за деревцом, которые помогут активизировать положительную энергию нужно. Постоянно протирать глянцевые листочки от пыли, так как комнатная грязь съедает энергию денег рядом с деревом или на его крону. Стоит положить в талисман ожерелье из монеток с каждой заработанной суммы нужно класть рядом с деревом монетку. Металлическая монетка, сильный энергетик, рекомендуется сообщать в письменной форме дереву о том, какие траты предстоят и на что. Конкретно необходимые средства не рекомендуется устанавливать в озон возле электрических приборов, так как это может отвлекать энергетику. Про цветок сложены многие приметы и суеверия. Каждый желающий притянуть богатство и успех в свой дом должен знать эти небольшие нюансы. Если их не учитывать или не выполнять, удача может не прийти в дом. Как посадить денежное дерево по фэн-шуй, чтобы оно привлекало богатство в учении фэн-шуй говорится, что привлечь деньги в дом действительно поможет денежное дерево или толстинка. Чтобы зарядить энергетику цветка, нужно желательно взять маленький росток из дома успешных и богатых людей, тогда растение будет изначально заряженной энергией денег, можно приобрести дерево в цветочном магазине. Рекомендуется выбирать молодое растение, это поможет установить с ним тесную энергетическую связь, толстянку нужно сразу пересадить в новый горшок зеленого или красного цвета. Зеленый – это цвет роста и развития, а красный – активности и целеустремленности, если придется сажать растение в новый вазон тона. Дну стоит положить монетку. Денежка будет давать дополнительную силу, дополнительно монетки можно подвесить на листьях растения. Крепить деньги к листьям разрешается в тот момент, когда ствол хорошо окрепнет. Рекомендуется использовать именно китайские монетки. Украшение крона по фэн-шуй к сведению. Дополнительно стоит разговаривать с деревцем, благодарить его за успехи и прибыль. Денежное дерево будет подпитываться положительными эмоциями и добрыми словами. Как правильно посадить денежное дерево в горшок для привлечения денег, чтобы в доме водились деньги, нужно правильно произвести посадку саженца в горшок. На дренажный слой нужно положить несколько монет. Посадку можно проводить только на растущую луну. Увеличение активности небесного тела увеличивает положительную энергетику. Что положить в озон желательно, чтобы количество монет было четным. После проведения процедуры дополнительно стоит под сам в озон положить пакетик, в котором несколько бумажных купюр. Дополнительных манипуляций проводить с деньгами не стоит, чтобы не спугнуть удачу. В какой горшок нужно посадить денежное дерево, чтобы оно приносило деньги, иногда сложно определиться, какой горшечек взять для выращивания денежного дерева. Стоит учесть несколько особенностей, нужно подбирать такой горшок, чтобы не просто вырастить цветок, а включить притягательность. Растение рекомендуется выбирать глиняные или керамические экземпляры, которые максимально приближены к натуральным материалам. Цвет Возона должен быть зеленым или черным. Иногда используются красные цвета. Все эти варианты притягивают к себе благополучие и удачу. На основе возона могут присутствовать золотистые символы из фэншуя или рисунки китайских монет. Лучше всего сажать цветок в зеленый и красный горшок. Что касается размеров, то изначально не стоит брать слишком большой горшок. Достаточно такого, который в диаметре на 5 сантиметров шире корневой системы. Этого будет достаточно, чтобы произвести следующую пересадку через 2-3 года. Заговоры при посадке и поливе толстянки. Когда осуществляется посадка, на дренажный слой нужно уложить заговоренные монетки гербом вверх. Нужно выбирать деньги одного номинала, желательно чистые и хорошо отполированные. Над каждой монетой нужно прочитать следующие слова. Пусть в доме деревце растет, мне много денег принесет. Монетку укрою в землицу сырую, в дом принесу зарплату большую. Богатые люди подарят щедроты, в деньгах не почувствуют больше заботы. Да будет рак велено, да трижды исполнено, на ключ заперто. Аминь, аминь, аминь. Благодаря этому можно привлечь не только богатство, но и многие другие положительные эмоции, энергию, ощущения. Можно несколько раз повторить заговор, использовать каждый день перед сном. Слава стоит произносить возле цветка, поглаживая его листики. Заговор на деньги обратите внимание. Можно использовать любой другой заговор, главное, чтобы он был правильный с точки зрения магии. Кроме самых основных нюансов и правил, должна подходить атмосфера. Человек, который занимается посадкой, в этот момент должен быть спокойным и умиротворенным, настроенным на позитив и открыт к принятию положительной информации. Как правильно ухаживать за денежным деревом, чтобы водились деньги? Чтобы заманить богатство с помощью толстянки, нужно правильно ухаживать за растением, это немаловажное условие финансового благополучия. По фэншу и поливать растения нужно водой, настоянной на монетках и только по средам. Этот день недели считается порталом для положительной энергетики. Ставить вазон нужно на южные подоконники или юго-восточные, это место притока богатства. После посадки стоит привязать к стволу цветка красную ленту или нитку. Можно дополнительно нанизать на них монетки или привязать бумажные купюры. Правильный уход за растением продлит жизнь растению, важно. Нужно в первую очередь выбрать хороших соседей для толстянки, чтобы поток денежной энергии не перекрывался. Ни в коем случае нельзя ставить денежное дерево возле кактусов. В обязательном порядке нужно любить этого представителя домашней флоры и положительно к нему относиться. Если в доме постоянные ссоры и скандалы, то негативная энергетика будет плохо сказываться на энергетических функциях растения. Что делать, если денежное дерево погибло? Хоть вырастить здоровое и полноценное денежное дерево просто иногда может произойти непредсказуемо и растение начнет медленно видать. Спасти его можно, если провести следующее мероприятие, попытаться определить причину ухудшения состояния. Нужно осмотреть внимательно надземную часть цветка. При наличии вредителей или заболеваний нужно провести обработку специальными средствами, вытащить корень из земли и внимательно осмотреть его. При необходимости пропавшей части обрезать, подготовить новый горшок и субстрат. Нужно поменять все составляющие, чтобы не перенести заболевания в новую почву, обработать корневую систему специальным раствором. Желательно, чтобы он стал хорошим антисептиком, листья помыть мыльным раствором. Это поможет обезопасить цветок от некоторых видов вредителей. Нужно выбрать подходящее место для цветка в квартире и после этого уход производится в соответствии с обычными правилами. Не нужно усложнять процедуру, увеличивая количество подкормок, а также улучшая на свое усмотрение их качество. Привлечение богатства с помощью денежного дерева возможно и это доказано. К выращиванию этого цветка нужно подойти с особенной ответственностью. Если все сделать правильно, то растение будет приносить только удачу и финансовое благополучие. Сначала нужно создать положительную атмосферу и правильно посадить денежное дерево. Есть несколько основных правил, которые помогут настроить цветок на нужный лад. Посадку стоит производить в соответствии с пошаговым алгоритмом. Важным считается и принцип размещения вазона в доме, уход за ним, украшение надземной части монетами.